Иркутские группы в социальных сетях сегодня буквально пестрили фотографиями с одного единственного места – Лисихинского парка. Ночью неизвестные устроили там настоящий погром. Сломаны оказались баки для раздельного сбора мусора, лавочки и не только. Кому понадобилось портить благоустроенное пространство и как долго теперь его будут приводить в порядок, узнаете в материале Кристины Черковой. Сегодня в Лисихинском парке Иркутска посидеть и подышать свежим воздухом не выйдет. Здесь оказались сломаны практически все лавочки, а утром внешний вид парка был еще хуже. Ночью неизвестные вандалы разгромили контейнеры для раздельного сбора мусора, вырвали с бетоном и перевернули лавочки. Вырваны скамейки, которые позже были собраны в кочу. Далее были разбиты контейнеры для раздельного сбора отходов. И кроме того пострадали еще две городские клумбы, расположенные на данной территории. Из них был вырван посадочный материал. Желающих навредить городу всегда хватает. В Иркутске вандалы неоднократно портили заборы, клумбы, недавно вот украли ливневки. Но такой масштабный погром произошел впервые. К тому же теперь оголенной арматурой торчащие доски могут стать угрозой для любопытных детей. Ведь неподалеку установлен игровой городок. Ну конечно мы здесь часто бываем, гуляем с детьми. Здесь ребятишкам очень нравится. Были в шоке. Придя сегодня, увидев поломанные скамейки, конечно, очень неприятно, опасно. Там палки торчат, прямо острые болты. Сейчас рабочие пытаются вернуть в былой вид и комфорт скверу 300-летия Иркутска, или как его еще называют, иркутяне или Сихинский парк. Для этого рабочие уже отремонтировали контейнеры для раздельного сбора мусора и скамейку. После ремонта всех пострадавших лавочек в парке их установят на резинопол. Чтобы в будущем у дизайнеров-самоучек не возникло желание сделать перестановку в сквере. Кстати, сами рабочие удивлены и не понимают, как вандалы смогли разрушить парк буквально за одну ночь. Тяжело было, конечно. Но они приварены к арматуре, их отломили просто от сварки. То есть они просто как-то раскачивали, расшатывали. Чем угодно делали, лишь бы сделать свое дело. Одновременно с погромом в Лисихинском парке, в другом сквере на улице Карла Либнихта, серьезно пострадала знаменитая скульптура зеленого верблюда. Делали рук это одних и тех же людей, лишь предстоит выяснить. Правоохранительные органы уже изучают видео с камер наружного наблюдения. В нашем городе их достаточно, поэтому очевидно, что в скором времени виновники будут серьезно наказаны. Кристина Черкова, Виктор Черкашин. Новости по будням.